здравствуйте в этом видео рассмотрим как настроить вайфай мастоет компании вайтек моделей cpe111 и cpe511 kit с помощью ноутбука и веб-браузера для начала вам необходимо зайти на сайт ipmatica.ru либо wireless.ru чтобы скачать утилиту для обнаружения вашего оборудования в сети я ее уже скачал запускаем выглядит она вот так вот далее подключаем оборудование к вашему компьютеру я это уже сделал нажимаем кнопку scan программа нашла две точки доступа вы теперь вы знаете их ip адреса далее заходим в настройки сетевой карты и прописываем ip адрес из-под сети наших устройств за исключением последнего актета он не должен совпадать с ip адресами оборудования чтобы не было конфликта ip адресов я прописал соты применяем настройки теперь мы можем попасть на оборудование вводим ip адрес одной из точек доступа я сделал мы попадаем на страницу авторизации логин и пароль по умолчанию админ админ все мы попали на веб-интерфейс wi-fi мастов заходим во вкладку вайллесс нам нужно настроить чтобы линк завершился нужно настроить несколько основных ключевых параметров у вас это может не получиться так как они активны видите я нажимаю на вкладке они не активны так как это оборудование также подразумевает настройку от этих параметров с помощью кнопки на корпусе поэтому настройки с помощью веб-интерфейса по умолчанию у нас не доступны для этого нам нужно зайти по вкладку digital снять с галочку digital enable и применить настройки тем самым мы деактивируем настройки с помощью кнопки и переключателя на корпусе и делаем доступным настройки с помощью веб-интерфейса теперь вот у нас вкладки разблокированы чтобы ваш линк заработал необходимо выполнить несколько ключевых настроек первое одно из устройств у вас должно быть всегда в режиме точки доступа а п все остальные подключаемые к ней должны быть в режиме цп и не важно это режим точка-точка либо многоточка центральная точка всегда а.п. все остальные цп и ВДС включен третий параметр это сид он должен у вас совпадать на всех устройствах остальные параметры менять не обязательно также можете изменить ширину канала опять таки повторюсь она должна быть одинаково на всех устройствах и выбираем частоту на который вы хотите работать мощность на cpe 111 максимум может быть 20 dbm выставляете зависимости от расстояния вашего линка далее применяем настройки следующее что нам нужно сделать это настроить политики безопасности здесь мы выбираем метод аутентификации и инкрипции и прописываем ключ опять таки повторюсь он должен быть идентичный на всех устройствах чтобы подключение произошло успешно применяем настройки далее заходим вкладку network setting и меняем ip адрес который у вас используется в сети для удаленного подключения я этого сейчас делать не буду потому что тогда потеряю доступ если вы все сделали правильно заходим во вкладку main и connection если вы здесь видите подключено устройство значит линк у вас работает здесь можно посмотреть сигнал время подключения также сбросить его от вашей точки доступа и здесь также можно посмотреть ip адрес удаленных устройств клиентских мы можем теперь зайти на клиентское оборудование подключенное по радио не напрямую к компьютеру вот здесь у нас режим работы cpe на этом все всем спасибо за внимание до свидания